Им приходится поднимать на верхние этажи тяжелые сумки с продуктами, стоять в очереди за лекарствами в аптеках, преодолевать немалые расстояния. Волонтеры, вооружившись масками, перчатками и антисептиками, они доставляют продукты и лекарства тем, кому сегодня рекомендовано оставаться дома, чтобы уберечь их от выражения коронавирусом. О тех, кто приходит на помощь людям и как организована работа, наш следующий сюжет. Лекарства и продукты закуплены, разложены по пакетам. В них самое необходимое. Послеобеденные заказы доставляют сегодня и в город, и в село. Жительница Гиски Верия Алексеевна, без малого 80. К помощи добровольцев обращаются уже не первый раз. Из дому давно не выходит, зрение подводит, почти ничего не видит. Раньше помогала соседка по дому, продукты купить, лекарства принести. Но добрая помощница заболела, и сейчас помочь больше некому. Вот и решила обратиться в центр. Я теперь думаю, так бы не позвонила ей, так что. Увидела родное лицо, а заплакала. Сидела, смотри, как хорошо. А вот Георгий Исакович, самый первый и самый верный подопечный. Говорит, в центр позвонил сразу, как узнал, что есть такие добровольцы, которые людям помогают. Теперь звонит постоянно. Ведь без такой помощи совсем тяжело. Ноги почти не ходят. Сахарный диабет. Один глаз не видит. О прогулках в магазины и аптеку забыл давно. Здоровье не позволяет. За помощь благодарит от всей души. Некому ходить в магазин за лекарство, платить за квартиру. Большие проблемы, вы понимаете. Я никогда не думал, я все же с водителем работаю. Никогда не думал, что я дойду до этого. А сахаром? И так каждый день. В мороз и непогоду. В любое время дня. Иногда даже после тяжелой работы. Что мне снег, что мне зной, шутят добровольцы. Когда, как в той песне, друзья со мной. А это два десятка добровольцев. В основном работники социально-культурных учреждений города. Они начали работать еще в первую волну. За пять месяцев освоили нюансы и выстроили алгоритм такой важной и нужной работы. И помогли более чем трем сотням человек. Волонтерские движения, как ответ пандемии коронавируса, возникли по всему миру. Бендеры не остались в стороне. Центр помощи людям из группы риска в городе создан, как говорится, с первой волны. И продолжает свою работу сейчас. В числе добровольцев самые активные бендерчане. Помогать пожилым людям, особенно одиноким людям. Это долг каждого неравнодушного гражданина. Это нормальная реакция здорового общества, которая в трудную минуту сплачивается. Помочь ближнему – это милосердно и благородно. И так важно перед лицом общей опасности – коронавирусом, который пока не отступает. В силах каждого помочь. Пожилым и маломобильным добрым делом. Себе и врачам, которые борются за человеческие жизни, элементарным соблюдением карантинных мер. Елена Леонтьева, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.